МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар-24. Хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Алия Махамбет. Сегодня в выпуске. Врезался в две фуры подряд. Полиция Акмолинской области начала предварительное расследование страшной аварии. Переходили в неположенном месте. Трое пешеходов попали под колеса авто в Казаларде. Один погиб. На память от отца. Пятью годами за решеткой может поплатиться житель области Абай за хранение незарегистрированного оружия. Больше ста нарушений в Жамбылской области вынесли вердикт нерадивому водителю. Полиция Акмолинской области начала предварительное расследование страшной аварии, в которой погибли двое. 46-летний житель региона и его 10-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Костанай-Аули-Коль-Сурган. Водитель Тойота Альфард, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с идущим навстречу грузовиком. После чего врезался с другой фурой. В салоне минивена находились 4 человека, трое из которых несовершеннолетние. В результате водитель и один из его детей скончались на месте. Еще трое пассажиров Тойоты госпитализированы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия, назначенные экспертизой. Призываем водителей и жителей области соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков. До 5 лет лишения свободы грозит виновнику дорожно-транспортного происшествия из Казаларды, которое унесло жизнь одного человека. Еще двое получили травмы. Назначены необходимые экспертизы. Трагедия произошла в ночное время на пересечении проспекта Абая и улицы Есенова. Легковой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Один из них погиб. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстана. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства дела. Правила безопасного поведения на дороге для пешеходов. Переходите проезжую часть только в установленных местах по пешеходным переходам. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автотранспортом. Выходите на проезжую часть только после того, как убедились в том, что машин поблизости нет. Ни слева, ни справа. При выходе из автобуса не выбегайте из-за него на дорогу. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пятью годами за решеткой может поплатиться житель области Абай за хранение незарегистрированного оружия. По словам сельчанина, ружья и боеприпасы достались ему в наследство от покойного отца. Жители села Чуган задержали сотрудники отделения по противодействию экстремизму управления полицией города Семея. В доме 63-летнего мужчины нашли два ружья, 11 банок пороха, более 200 гильз, две банки дроби и свыше сотни патронов. Начато досудебное расследование. В Жамбылской области судья вынес вердикт нерадивому водителю, на счету которого свыше сотни нарушений правил дорожного движения. Мужчину поместили под административный арест и лишили права управления транспортным средством на один год. Как выяснилось, водитель Toyota Camry установил на машину подложный номерной знак и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 тысяч тенге. 32-летний мужчина полностью признал свою вину. Иногда нарушения правил может исходят с рук, но это только вопрос времени. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес кизикши.болемсобака.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...